Тема моего сегодняшнего доклада – это неинвазивная диагностика меланцитарных новообразований кожи. Какой же должен быть идеальный метод неинвазивный? Он должен у нас повышать диагностическую точность, быть эффективным по времени и по экономическим затратам, также снижать частоту ненужных биопсий, доброкачественных образований и должен быть доступен повсеместно для пациентов. Дерматоскопия уже давно зарекомендовала себя, доказано, что этот метод значительно увеличивает диагностическую точность. Проведено много исследований, ни один метаанализ подтверждающий, что этот метод является достаточной степенью диагностически точным. Его преимущество в его простоте в том, что исследования мы проводим все достаточно быстро при помощи дерматоскопа, это достаточно дешево, и сам дерматоскоп – это компактный предмет, который мы, в принципе, можем переносить в кармане халата. Теперь поговорим о том, что же мы видим у дерматоскопа. Недостаточно его просто приложить к коже без определенных знаний. То есть у нас все невусы, которые мы видим, перед тем, как поднести этот аппарат, мы должны представлять, как он должен у нас выглядеть и представлять модель строения его в зависимости от подтипа кожи, от фототипов по Фицпатрику, в зависимости от того, какого возраста наш пациент. Мы уже, поднося его, ожидаем увидеть какие-то свои результаты. Здесь у нас представлены модели строения доброкачественных невусов и особых локализаций, и также особых подтипов, такие, как он встречается у первого фототипа по Фицпатрику и невуса шпиц и рида. Здесь у нас представлен... Мы не будем сейчас говорить о меланомах, которые мы видим, так называемые, со входа в дверь, в которых мы уже, в принципе, не нуждаемся, когда мы видим такие меланомы ни в какой дерматоскопии. Мы поговорим сейчас именно о тех меланомах, ради чего вообще этот метод существует, и там, где мы действительно можем улучшить диагностическую точность и, соответственно, прогноз данных пациентов. Данный пациент обратился в жалобное образование, которое у нас лежит выше, которое у нас имеет черную окраску. Но мы ниже видим образование при бездерматоскопическом осмотре розового цвета, и можно предположить, что это вообще похоже на базилиому при клиническом осмотре бездерматоскопического исследования. Когда же мы подносим дерматоскоп, мы не видим никаких моделей строения доброкачественных невусов, но мы видим, что это образование меланцитарное, мы видим атипичные глобулы, атипичную пигментную сеть, что позволяет нас натолкнуть на мысль, что это уже меланома, при том, что она достаточно тонкая, она уже обладает методической активностью, 2 метоза – это достаточно. Далее сейчас покажу вам клинически, как выглядит для нас серая зона, о чем у нас говорили патоморфологи, сампусы, милтампы. Клинически для нас это подозрительные образования, которых мы не можем исключить меланому при дерматоскопии, то есть клинически это чаще всего гадкие утята, которые зацепляются на них взгляд, и далее при осмотре в дерматоскоп мы видим характерные признаки, которые по нашим различным алгоритмам нас приводят к тому, что это образование требует экстренной биопсии и патоморфологической верификации. Здесь у нас пациент очень светлый, в первой линии родства у него у отца была меланома, он проживает у нас в Лос-Анджелесе и с фотоповрежденной кожей. Данное образование у нас соответствует патоморфологическому образованию сампус. Далее у нас образование у пациентки с множественными меланцитарными невусами. При дерматоскопическом осмотре больше всего насторожило. Здесь большое количество регресса, который представлено с серыми точками, и меланцитарное образование. В данном случае считается по стандартам, что мы не имеем права наблюдать единичное регрессирующее образование, потому что это может быть как регресс невуса, так и регрессирующая меланома. Данное образование патоморфологически соответствует у нас мелтам. И очень красивая картина шпицоидных опухолей. Для нас, мы помним, с клинической стороны шпиц образование делится на три подтипа. Шпиц невуса, типичная шпиц опухоли, шпиц меланома. Для нас клинические и дерматоскопические различий между этими тремя подтипами абсолютно нет. И после полового созревания никакие шпицоидные образования, которые клинически мы определяем как шпицоидные образования, мы не оставляем под наблюдение. Они обязательно подвергаются экстременной биопсии для определения, что же это такое, чем старше пациент, тем больше вероятность, что это уже не шпиц невус, а именно шпиц меланома. Здесь мы видим классический паттерн, так называемый взрыв звезды. Больше ни для каких меланцитарных образований такой дерматоскопической картины не характерны. И видим глобулы двух цветов, что также очень характерны именно для шпицоидных образований. И патоморфологически мы видим подтверждение, что это именно шпиц невус. И очень хорошо, с хорошим прогнозом. Данная пациентка, также мы видим, что у нас паттерн соответствует шпицоидному образованию, то есть по периферии большое, несколько рядов глобул, но образование плоское при клиническом осмотре и в соответствии с клиническому критерию гадкий утенок, но и также мы не имеем права его наблюдать. То есть патоморфологически он соответствует шпиц невус. Далее у нас также шпицоидная опухоль, шпицоидное образование. Здесь у нас гистологически верифицированная атипичная шпицопухоль, но при дерматоскопии мы видим, что структура и модель ее строения не соответствует либо тому, либо тому по типу. Также у нас у шпицоидных опухолей бывают многокомпонентные строения, но это образование появилось быстро, имеет быстрый рост клинический и вызывало подозрения, как у пациента, также клинически соответствовало критериям гадкого утенка. Далее хотелось бы показать, как выглядит у нас клинический так называемый меланцитомос инактивации БАП. Клинически для нас это образование было абсолютно неочевидным, при том, что до осмотра, до дерматоскопии это образование плотное на ощупь у пациентки. Раньше в анамнезе за год до этого была удалена меланома на коже, над лопаточной областью меланома ПТ-4Б патоморфологически. Это образование появилось тоже не так давно. При этом при дерматоскопии мы видим, что она соответствует строению интрадермального немуса, хотя на ощупь это больше ближе к фиброме. Небольшая еще раз отсылка к БАПОМам. То есть этот синдром был впервые описан в 2011 году, и носители вариантов БАПОТИН имеют повышенный риск развития различных опухолей, таких как меланома, опочноклеточная карцинома, базалиома, что и было у этой пациентки. Так, меланома в анамнезе за год до этого удалена. Что же стоит еще знать? Зачем нам вообще нужен дерматоскоп? Что не все коричневое, это меланцитарное. И, соответственно, это меланома. Оно может выглядеть абсолютно черным, но при этом быть вообще образованием не меланцитарным. Для чего нам еще раз нужен этот уникальный прибор. Ольга. Который позволяет нам улучшить клиническую точность о верификации диагноза. Да? Что-то не так? Пропадала связь, простите. На данном слайде у нас представлена пигментированная базально-клеточная карцинома кожи теменной области по гистологическому диагнозу. Клинически мы видим как абсолютно черное образование. Это у нас пациент с более темным фототипом. Фототип 4 по Фицпатрику. Именно такого вида мы ожидаем у него базально-клеточная карцинома. Вот здесь мы при дерматоскопии видим участки изъязвления, древовидные сосуды, ну и достаточно классическое строение именно для пигментированной базалиомы. Также еще стоит помнить, что на лице у нас плоские образования. У взрослых людей после 40-х лет чаще всего у нас представлены сибарейным кератозом, пигментированным чаще всего, пигментированным актиническим кератозом и меланомоузловые образования. Мы, если это не является узловой формой меланомы, обычно не дифференцируем с лентигой меланомы, потому что у нас узловые на лице это либо интрадермальный невус, либо узловая базальная клеточная, либо плоскоклеточная. И стоит помнить, что у нас есть особенности строения кожи лица, особенность у нас сглаженные эпидермодермальные соединения и другие некоторые особенности, которые мы видим очень характерны при дерматоскопии. То есть неправильно писать на лице типичная пигментная сеть при дерматоскопии. Если мы это напишем, то это соответствует именно сибарейному кератозу, а не какому-то невусу либо меланоме. То есть это абсолютно неверно. У нас на лице есть только псевдосеть при дерматоскопии. Стоит помнить о развитии невусов на коже лица. У молодых людей чаще всего, и у детей это плоские, в подростковом возрасте они становятся приподнятыми, и во взрослом возрасте практически все невусы на коже лица имеют классическое выпуклое строение достаточно, и уже становятся более светлыми. Но стоит отметить, что у нас критерии дерматоскопические для кожи лица очень пересекающиеся между этими основными моментами, между пигментированным ктиническим, между пигментированной сибарейным и лентигомеланомой. Для помощи диагностам при дерматоскопии на коже лица у нас разработан обратный подход к диагностике, что очень повышает клиническую значимость этого метода, и клиническую точность. Стоит остановиться еще на цифровом картине, картировании, которое требуется для пациентов первичными множественными злокачественными опухолями кожи, с синдромом семейных атипичных меланцитарных невусов, с синдромом диспластических невусов. Для таких пациентов, как представлено на слайде, этот метод является действительно нужным и важным. Стоит отметить, что у нас последовательная динамическая цифровая дерматоскопия у пациентов с подозрением на злокачественное образование кожи, у которых нет специфических дерматоскопических критериев злокачественности, у нас даже вынесено в клинические рекомендации для диагностики меланомы кожи с достаточно высоким уровнем убедительности. Для помощи в цифровом картировании, конечно же, применяется и удобнее всего для диагностики, это цифровой дерматоскоп, фотофайндер, он у нас имеется в институте, активно сейчас используется. И для чего же он нужен? У нас диспластический, доказано в 2000-х годах еще, что диспластический невус не является предшественником, а является уже развивающейся меланомой. У пациента с множественными диспластическими невусами мы не можем это никак оследить, если мы никак не зафиксируем эти образования. То есть диспластический невус обладает всеми признаками у нас меланомы, если вспомнить критерии АБЦДЕ. Здесь у нас на слайде представлен классический диспластический невус, но диспластические невусы не меняются со временем. Если образование меняется, это не прогрессирование из диспластического меланомы, это в самом начале надо признать, что не диагностированная ранняя меланома. Для этого и нужно нам цифровое картирование, для того, чтобы в большом случае диспластических невусов выявить именно то, что является меланомой удалительно ранней стадии. Оно у нас очень полезно у пациента для раннего выявления, о чем я сказала уже. То есть именно это и нашло свое применение, свое отражение в клинических рекомендациях. Цифровую фотографию всей ПРТ-делом тела мы проводим в зависимости от факторов риска у пациента каждые 6, 6, 12, 18 месяцев. И классическим примером, достаточно проявлением того, как нужна эта методика, является случай данной пациентки. У нее за 2 года до вот этого образования была выявлена меланома институт, далее шпиц невус кожи, голени левой. И вот это образование, оно приходит на осмотр с дерматоскопией каждые полгода. Это образование, его не было полгода назад. Несмотря на то, что оно в диаметре всего менее 3 миллиметров, это уже подтвержденное патоморфологически, а меланома по Бреслу стоит отметить уже 0,5 миллиметра. То есть для выявления именно таких появившихся образований, цифровое картирование имеет очень важную роль. И просто хотелось бы отметить, как у нас выглядят классические дерматоскопические метастазы меланома. Стоит обратить именно на тот слайд слева. Здесь у нас представлен метастаз меланома, который около года наблюдали, и клинически он выглядел просто как гемангиома в коже. При дерматоскопии абсолютно другая картина, абсолютно другое образование. То есть они не совсем у нас описаны по всем критериям метастазы, но они выглядят очень характерно при осмотре в дерматоскоп, что стоит помнить. И возвращаясь именно к неинвазивным методам диагностики, стоит отмечать, что на данный момент доступно очень большое количество приложений, которые имели свой рассвет в ковидную эру, когда помогали скорее решить, насколько быстро надо обратиться к врачу. Эти приложения действительно не имеют места быть, и они очень полезны для того, чтобы снять, может, иногда тревожность пациента, либо иногда ускорить его визит к профильному специалисту. Продолжение следует...